Мясной отдел рынка Актелек каждую пятницу дезинфицируется, а в будни после завершения работы. Продавцы сами очищают и убирают торговые точки. В ходе рейда можно было заметить, что рынок стал намного чище, чем раньше. И несомненно, подобную работу и улучшения можно рассматривать как заботу о покупателях. У нас имеются свои объекты. Это лаборатория на рынке Актелек и ветеринарные пункты. Также у нас имеются 4 скотобоини, где работают наши ветврачи. Мясо тщательно проверяется. Только те продукты, которые получили соответствующие документы, могут продаваться на прилавках. Все продавцы соблюдают предписанный указ, проводят чистку помещений. По городу Каракол заразных болезней не зафиксировано. Вакцинация животных проходит своим чередом. Нарушений не было обнаружено. Мясо, которое поступает на рынки и магазины города, сначала проходит проверку в лаборатории. После выдается соответствующий документ и продукция идет на продажу. Наряду с этим учитывается санитарное положение рынка. Продавцы в обязательном порядке одевают маски и перчатки. В связи с пандемией все должны одевать маски и перчатки. Хорошо, что люди тоже понимают тяжелую эпидемиологическую ситуацию и стараются соблюдать дистанцию и остальные предписания. Все мясные изделия и мясо проверяются два раза. У нас в лаборатории имеется оборудование, которое позволяет в мельчайших количествах изучить продукцию и выявить нарушения. Вместе с мясными продуктами проверке подлежат и зелень, и молочная продукция. И только проверенная, и соответствующая всем требуемым нормам продукт идет на реализацию в рынке. Все овощи проверяются в нашем РБЦ, так как они привозятся из Чуйской и Ожской областей. Вот сейчас оборудование готовится к проверке. Мы данным прибором проверяем количество имеющих нитратов. По нормативу их в помидорах должно быть не более 160. Как вы видите сами, в этих овощах никаких вредных веществ нет. Ранее для проведения полноценных работ у лаборатории не было условий. В ближайшее время была построена новая лаборатория со всеми оборудованием и условиями и был сдан в эксплуатацию. На сегодняшний день в ветеринарном и фитосанитарном управлении работает шесть инспекторов, основная обязанность которых является ради здоровья граждан и населения в целом. Со всей с серьезностью проверять мясные, молочные изделия, а также овощи.